Здравствуйте! В эфире программа по существу в студии Анастасия Алексеева. Буквально несколько дней назад в городе Североморск, столице Северного флота, состоялся межрегиональный слет команд победителей обороны спортивных игр по всей России. Делегация из Чувашии тоже там побывала. В основном она состояла из кадетов Чувашии, кадетов Чебоксар. И сегодня у нас в гостях делегаты, так скажем. Это Вячеслав Александрович Илюткин, директор кадетской школы имени Героя Советского Союза, полковника Александра Васильевича Кочетова. И Кирилл Васильев, кадет и вице-старшина второй статьи. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, для начала не могу не спросить о впечатлениях, потому что так далеко наши кадеты, я не знаю, как часто летают. Совершенно правильно. В адрес главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева было письмо от президента Ассоциации шефства над Северным флотом, члена морской коллегии при правительстве Российской Федерации, адмирала Попова Вячеслава Алексеевича. По указанию главы Чувашской республики Министерством образования было принято решение о направлении кадет нашей школы и меня, как руководителя, в город Североморск на участие в межрегиональном слете. Ну, скажи, как тебе на севере? Ну, впечатления яркие. Не каждому дано побывать в морском настоящем флоту, пообщаться с моряками, пообщаться с руководителями, начальниками, принять в себя все их знания. Побывать на военных крейсерах, побывать на их технике, почувствовать весь вкус моря, соленой воды. Действительно, программа была достаточно насыщенной. Куда успели сходить, что посетить, что увидеть? Программа, на самом деле, была культурно-развлекательной и экскурсионной. Наши кадеты после открытия, слета, торжественного открытия на набережной Кольского залива у памятника Алеши, где приняли участие все руководство города Североморска. Мы посетили большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Побывали в музее подводной лодки Ка-21. Экскурсия присутствовала ли? Вообще, на слете присутствовало 17 команд, по 10 человек с каждой командой. Мы были распределены по группам. Вместе с нами, мы вместе, это Саратовская область, Республика Коми, Тамбовская область и Республика Чувашия. Мы на экскурсионном автобусе посещали данные. Хочу отметить такой момент, что мы прилетели в город Мурманск. Погода была минус один, как в Чебоксарах. На следующий день разыгрался шторм, штормовое предупреждение. Был объявлен ветер раз к готовности, то есть до 30 метров в секунду. Это было настолько... Мы как раз в этот момент посещали БПК «Адмирал Левченко». Так ведь, Кирилл? Да. Страшно не стало? Нет, не страшно. Это было настолько все для детей. Суровый Кольский край. Вот все это. Причем к вечеру к нулям часам шторм стих, а на утро уже было минус 16 мороза. Вот так. Да. Я не знаю, вы попали в действующий корабль, в военный корабль, в шторм. Я не знаю, мне кажется, впечатления тут должны быть достаточно сильные. Или нормально, не штормило, не качало? Нет, для моряков это естественно. А для тебя? Я как будущий моряк, для меня тоже естественно. Вот так вот. Ко всему готовы наши кадеты. Познакомились с ребятами из других регионов? Может, обменялись каким-то опытом, впечатлениями с их стороны? Как у них кадеты поживают? Да, мы познакомились. Мы же жили в одной казарме, койка в койку. На всех мероприятиях были вместе. Нам естественно, чтобы было нам же удобнее и приятнее. Мы познакомились, обменялись даже телефонами, обменялись почтой, чтобы писать друг другу письма. А вам с руководителями? И мне со своей стороны тоже пообщался с руководителями. В основном были руководители кадетских школ, кадетских корпусов, регионов. Обменялся опытом, на какой стадии кадетское движение, в каком регионе. Вот рядом с нами, допустим, размещались кадеты с Ингушетии. Ну, знаете, одно дело город Североморск, когда море рядом, так скажем, крейсер рядом, и можно на практике все это показать. И другое дело растить моряков у нас в Чебоксарах. У нас сейчас планируется на базе нашей кадетской школы, на берегу реки Волга, нам выдали участок земли, где мы будем развивать шлюпочную практику. В прошлом году мы приобрели две шлюпки, спонсоры помогли. А шлюпки, они дорогие, два шестиместных яла. И будем ходить весной под парусом и обучать кадет морской практике. Насколько важно сегодня посещать вот такие мероприятия и знакомиться с ребятами из других регионов, посещать действующие порты? Я считаю, что это очень важно в том отношении, что одни теоретические занятия, они детьми плохо воспринимаются. А когда есть практическая часть, это и запоминается лучше. И я считаю, что для них просто то, что они съездили в Североморске, увидели все вживую, побывали на корабле, пообщались с моряками. Помимо всего этого, то, что было запланировано, мы встретились с делегацией Чувашской диаспоры Мурманской области. Возглавляет его Гаврилов Валериан Анатольевич. Также вместе на встречу пришли наш земляк, контр-адмирал в отставке Воротников, Владимир Михайлович, который является заместителем губернатора Мурманской области. Они нам подарили две картины с подводными лодками для нашей кадетской школы. Встреча была в Драматическом театре Северного флота. С каждым из наших кадет они пообщались. Правильно я, Кирилл говорил? Да, правильно. Пообщались, обменялись опытом. Что запомнилось тебе больше всего? Ну, мне запомнилось море. Настоящее, суровое. Куда бы еще мечтал съездить и с каким флотом еще, может быть, познакомиться? Ну, я бы хотел побывать во всех частях, во всех флотах мира даже, могу сказать, не только Российской Федерации. Пообщаться с народами, это же самое главное. Обменяться их своим и их опытом, это самое главное, что нужно. А вы бы куда хотели своих воспитанников еще свозить? Ну, в идеале. Да, по плану. Вот, я еще побывал в этом году в Республике Татарстан. Там открыли новый кадетский корпус, татарский кадетский корпус. По приглашению, вот, Чувашской Республики был я и была первая заместитель министра образования Светлана Владимировна Петрова. Вот, для обмена опытом. Конечно, в Республике Татарстан это новый кадетский корпус, там все соответствует, все на высшем уровне. Есть к чему стремиться. И там было отмечено аппаратом, заместителем полпреда, Михаил Викторович Бабич, было отмечено, что наши кадеты постараются включить в программу для того, чтобы на учебном корабле «Хасан» в следующем году лучшие 10 кадет из Чувашии и из Удмуртии побывали на практике. И желаю обязательно, чтобы ваша мечта осуществилась. И, Кирилл, может быть, ты поедешь в Казань на практику, может быть, твои товарищи. Но, тем не менее, в любом случае желаю, чтобы достигались новые и новые вершины. Спасибо вам большое, Вячеслав Александрович. Спасибо, Кирилл, что побывали в нашей программе «По существу». Я же благодарю наших зрителей, что вы были с нами все это время. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!